Слава нашему Господу, друзья! И тема моей проповеди Наблюдай за собой! Наблюдай за собой! Несколько лет назад со мной случился интересный момент. Это было также воскресное служение. И в коридоре я встретился с одним человеком. Я торопился куда-то. Этот человек не спеша шел, и он окликнул меня. Если кто помнит, приходил к нам в собрание военный летчик Валерий Алексеевич, если я не ошибаюсь. И он, знаете, таким командирским голосом, Сергей. Я вспомнил, что я служил в вооруженных силах Российской Федерации. И у меня появилась откуда-то вот эта вот армейская выправка. Я торопился, уже не тороплюсь. Встал по стойке смирно. Даже, наверное, вот так вот поправил пиджак, чтобы выглядеть достойно. И он говорит, сколько время? Ну, я назвал, сколько время. И вы знаете, те слова, которые он сказал в следующий момент, подумал он об этом или не подумал, я уж не знаю. Но они заставили меня задуматься. Он сказал, я наблюдаю за тобой. У меня возник вопрос. Когда это он за мной наблюдает? По воскресеньям? Я в те годы по воскресеньям редко был на служении. Почему? Объясню. Потому что я служил в церкви в деревне. И мне нужно было утром, машины не было, на перекладных уезжать в церковь. За 40 километров от города. Как он за мной наблюдает? Где он меня может видеть? Вы знаете, даже в какой-то момент мне стало страшно. За мной наблюдают. Ну, ладно, человек. Когда я пришел, скажем так, в себя, я подумал, а насколько за каждым из нас смотрит Господь? Он заинтересован в нашей жизни. Мы Ему не безразличны. Аминь? Аминь. Каждого из нас Он любит одинаково. Любовь Его нелицемерна к нам. Мы важны для Него. И насколько Господь смотрит за нами. И, знаете, мне стало еще страшнее. И внутри себя я понял. Господь, слава Богу, что Ты за нами смотришь. Слава Богу, что Ты где-то нас поддерживаешь. Какими-то невидимыми путями Ты ведешь нас. Можно еще один случай расскажу? Такой вот парадокс на самом деле. Но я посчитал это от Бога. То, что Господь смотрит за нами. Я шел на остановку как-то. Я, наверное, уже его рассказывал. И молился о чем-то. Я прям вопрошал так Богу. Говорю, Господь, мне так это нужно. Пожалуйста, ну выступи. Ну благослови. И так дальше. И маршрутки, да? И у них вместо номеров, вместо цифр, у некоторых буквы. И я смотрю, едут две маршрутки ко мне. На одной маршрутке буква Д, на второй буква А. Да, и я такой внутри себя. Бог, Ты выступил, Ты услышал все-таки эту молитву. Да, и я на какое-то мгновение опустил глаза. Поворачиваю, поднимаю голову. И каким-то чудесным образом вот эти вот маршрутки, у них была рокировка. Они поменялись друг с другом. И какое слово? Ад. Я такой, так. Какой ответ был верный? Тот или другой, понимаете? Друзья, Бог слышит наши молитвы. Он отвечает. Он предупреждает. И вообще, слово Божье – это практическое, да, руководство. Он своим словом отвечает на наши молитвы. Слава нашему Господу! Наблюдай за собой. Не скрою, бывает так интересно? Другая жизнь. Но ты смотришь на другую, посмотри на свою. Что она представляет для тебя сегодня? Твоя жизнь. Это же удивительное явление. Жизнь во Христе Иисусе. Она не серая. Она не пресная. Она насыщенная днями, как написано в священных писаниях. Люди, пророки, патриархи, они встречали кончину своих дней, насыщенные днями. Вы представляете, сколько событий, сколько переживаний, сколько чувствований было у этих людей? И я думаю, все бы они сказали, слава Господу за то, что провел меня он этим путем. Аллилуйя! За то, что было со мной и это, и это, и даже вот это неприятное. Да слава Господу! Ты все время был со мною! Я уповал только лишь на Тебя! Хвала Богу! Итак, первое место писания. Евангелие Луки. Евангелие Луки, 17 глава. Знаете, что я еще в молитвах понял? Богу нужно говорить конкретно. Не как-то, а конкретно. Но это мои переживания, да? Нам же нравится, когда мы друг с другом говорим, и мы понимаем, о чем говорит наш собеседник, что он пытается нам объяснить. Господь очень четко и ясно все объясняет в Своем Слове. Да, какие-то моменты в Слове Божьем нам еще не открыты, но я так полагаю, что это со временем. И Господь, одно и то же место писания, Он может открывать по-разному. Сегодня Он открыл одну сторону, завтра Он открывает другую сторону, чтобы у тебя складывалась внутри тебя полная картина этого откровения, которое приготовил для тебя Господь. и ты понимал, о чем Он говорит, и что тебе нужно делать в перспективе. Итак, Евангелист Лука, 17 глава, 3 текст. И Лука пишет, наблюдайте за собой. Кстати говоря, наблюдайте, это слово очень много раз повторяется, как в Ветхом Завете, так и в Новом Завете. Это рекомендация нашего Господа. И Он говорит, наблюдайте за собой. И дальше, если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему. Вот это вот слово, выговори ему, да, в современном переводе звучит, как упрекни его. Читаемся на дальний перевод. Выговори ему, и если покаяться, прости ему. И оказывается, да, что братья, они способны согрешить против тебя. Осознанно. Или неосознанно. Сейчас неважно. Факт согрешения. То есть могут согрешить против тебя. И само собой, это неприятно. И человек может не признать своей вины. Да все в порядке вещей. Все в порядке вещей, казалось бы. Но здесь говорится о другом. Если этот брат покается, то прости ему. Прости. Встречались с такими моментами в своей жизни? Да, встречались. Какое сердце в этот момент? Иногда оно наполняется горечью. Да как так возможно было со мной поступить? Я же человек доброй души. Я же не заслуживаю этому. Почему это случилось? Но случилось. Что случилось, то случилось. Ты прости ему. Ты наблюдай за собою. Ты не делай того, что сделал этот человек. Не поступай точно так же. Пусть твое сердце находится даже в этих моментах в покое и в Божьей любви. И ты простишь этому человеку и благословишь его именем Иисуса Христа. Вы знаете, я очень часто вспоминаю притчу о блудном сыне. Она мне очень нравится. Из всех притч она мне очень нравится. Для меня вообще эта притча яркий образец покаяния человека. И мы знаем, что младший сын, он ушел из отчего дома. Но он вернулся через какое-то время. Он осознал то, что без отца ему не жить. Он рассчитывал на одно, но когда пришел в дом, отец приготовил для него абсолютно другое. Мой сын, он блуждал, он был мертв, но теперь он ожил, он вернулся. Аллилуйя, слава Богу! И в этой притче есть три главных героя, как мы знаем. Это отец, это младший сын, и это старший сын. Но давайте немного предисловия. Эти же мальчики, они родились когда-то, они росли вместе, они также были разными, у них были отличные характеры друг от друга. Как мы относимся к младшим детям? Знаете, у нас в семье, но в основном говорит эти слова, моя супруга нашим детям, она говорит так, «Мы вас любим одинаково». И это мы повторяем периодически нашим детям, чтобы они понимали, что любим мы их одинаково. Не то, что младший, как у младших, бывают скидки, их больше любят, а ведь бывает такое, правда. Нет, наших детей мы любим одинаково. Так же Господь своих детей, Он любит одинаково. И вот этот отец, Он своих детей, это же прообраз Господа, да? Он любил одинаково, и не было никаких различий в любви к этим детям, к Его детям. Он до конца за них заботился. Он наверняка их вразумлял, учил чему-то, передавал какой-то опыт. Они росли, они развивались, они приобретали какие-то навыки. Но вот кульминационный момент, когда младший сын, он возвращается домой. был и старший сын, он работал на поле. Он идет с работы, слышит звуки праздника, подзывает к себе слугу и спрашивает, а что там? И слуга ему отвечает, что твой младший брат, он вернулся домой, он вернулся, живой вернулся. И, когда он уже вплотную подошел к дому, отец выходил и звал старшего сына. Помните такой момент? Звал. Но, старший сын, он не заходил в дом. Не заходил. И он сказал так, он даже сказал не за брата своего, он сказал так, да твой младший сын, твой. То есть он разделил, уже появилась какая-то граница. И знаете, я не хочу ничего фантазировать, эта граница появилась не в этот момент, а появилась еще тогда там, в детстве. Он наблюдал за своим братом, младшим братом. Но он не наблюдал за собою. Он не увидел то, что начало созревать в его сердце. Это бунт против отца. И в итоге эта бомба взорвалась. Он не заходил в отчий дом. Не зашел. И он еще упрекнул своего отца. Вы помните? Да, я работал на тебя. Ты ни разу мне теленка откорбленного не заколол, чтобы я праздновал со своими друзьями. Он упрекает отца, насколько высокий был уровень дерзновения, или скорее дерзости к своему отцу, и неблагодарения. Все внутри этого человека колыхалось. Он не заметил себя самого в какой-то определенный момент, что в его сердце попало недоброе зерно, обиды, горечи и так дальше. А если посмотреть дальше, ведь у этого старшего сына были друзья. А знаете, что иногда бывает? А иногда мы делимся своей горечью. И открываем, и говорим о ней так, как нам выгодно. Простите, пожалуйста. Будем честными. И разумеется, этот младший, этот старший сын преподал все так, как ему удобно. Он в роли сейчас жертвы. Младший сын-то, у него праздник, а я-то здесь один, одинешенек. И возможно, эти вот его друзья, они поддержали его и сказали, да что ж это за отец-то у тебя? Ты вкалываешь с утра до ночи. Вот твой тот младший брат гуляет, приходит, его прощают, а ты как же? Вот здесь нужно быть аккуратными со своим сердцем и со своей жизнью. Следующее место Писания. Евреям. Давайте мы посмотрим. Послание к Евреям, 12 глава. Очень серьезный текст Священного Писания. Очень нужный текст Слова Божьего. Итак, послание к Евреям, 12 глава и 15 текст. Слово Божье говорит, наблюдайте еще раз, наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божьей. Божья благодать это дар от Господа. Это дар, незаслуженный дар. Его нужно беречь, в этом нужно жить. Она для нас сегодня, для людей. наблюдайте. Что я вообще подразумеваю под этим словом наблюдайте? Смотреть внимательно. Просто смотреть, это элементарно, просто смотреть внимательно. Не нужно копаться в себе, ты можешь вообще зарыться и себя-то не найти. Наблюдай, просто смотри очень внимательно. наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божьей, чтобы какой горький корень возникнув не причинил вреда и чтобы им не осквернились многие. Понимаешь, какая ответственность на тебе сегодня? И мы возвращаемся в притчу о блудном сыне. так вот этот старший сын, все, его сердце заполнено обидой к отцу и он делится этой обидой и этим горьким корнем, который возник в его сердце со своими друзьями. И что друзья? Они оскверняются. Ну что, он добрая вещь что ли говорил? Ну как представить, если представить, я не люблю фантазировать правда, но как представить, ну было же у него общение с этими друзьями со своими. Ну наверняка развивались как-то дальше события в этой притче. И что? Ты лишился благодати Божией. Что в тебе сейчас? Горький корень. Этот горький корень, он отравляет тебе жизнь. И ты вот этой вот отравленной жизнью оскверяешь не просто себя. Написано многих. Это как камень брошенный в воду и идут круги. Вы представляете, что может быть? Какая на нас ответственность сегодня, чтобы не возник никакой горький корень в нашем сердце. Бог говорит, наблюдай за собой. Наблюдайте, посмотри на себя со стороны. Немножко из прошлой жизни до Христа. Я когда-то стоял утром перед зеркалом. Это было рано-рано утром. Я смотрел в зеркало, я внутри себя говорил, неужели это я. Я не мог поверить, что моя жизнь разрушилась и не кто-то ее разрушил, а я сам своими собственными руками и некого в этом винить. Да, я, конечно, обвинял всех и свою родню и всех, но это было не так. И через какое-то время слава Иисусу Христу. Бог пришел в мою жизнь. Ему хвала и благодарение, только Он заслуживает всей славы и всего поклонения. И вот этот злой корень, который был в моем сердце, Он его вытащил. Он разбил этот камень внутри меня, и мое сердце, так же, как и наши сердца, они стали что? плотинными. Они стали чистыми перед Богом, они стали восприимчивыми для Слова Божьего. Наши сердца и эти сердца нужно хранить больше всего хранимого и наблюдать за своим внутренним состоянием и содержанием. Слава Господу! Давайте мы посмотрим еще один текст Священного Писания, который записан в Евангелии от Луки. Это восьмая глава. Это восьмая глава. Слава Господу за то слово, которое говорит нам сегодня Господь. И оно в основном заключено в одном слове. Наблюдайте! Это несложно наблюдать! наблюдайте за собой! Но здесь слово Божье дает ударение! Наблюдайте за собой! Итак, Евангелие Луки, восемнадцатый текст, автор пишет, итак, такой итог, итак, наблюдайте, как вы слушаете, ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется, и то, что он думает иметь. Итак, наблюдайте, как вы слушаете, как мы слушаем здесь, что мы слушаем, когда мы слушаем, где мы слушаем, да неважно, как вы слушаете, просто, как вы слушаете. Бывает такое, что закончилась проповедь, и ты спрашиваешь у кого-нибудь, и ты в этой роли был, о чем проповедь была, и самый популярный ответ в этой земле, о Боге, ну, конечно, о Боге, но не обо мне же речь-то была, о Боге, о нашем Господе, а если поконкретнее, о чем была проповедь, и здесь, сейчас о себе, сейчас о себе, и здесь бывает, у тебя какое-то напряжение, о чем же все-таки была проповедь, и вообще ты был здесь, или ты был вне, где-то, и блуждал по просторам, я не знаю, этого мира, о чем была проповедь, о Боге, о Боге, конечно, она о Боге, она всегда о Боге, наблюдайте, как вы слушаете, как, внимательно, или не совсем, вы сопоставляете то, что говорит проповедник со Словом Божьем, где-то внутренне или в Писаниях, наблюдайте, как вы слушаете, это очень важно, если ты хочешь сегодня расти, развиваться во Христе Иисусе, понимать своего Господа, то тебе нужно наблюдать, как ты слушаешь, здесь, сегодня и сейчас, я представил себя опять на мгновение, простите меня за все эти представления, на горную проповедь Иисуса Христа, вот он стоит, сидит на камне, помните, он сел на камень, ученики, это самая величайшая проповедь в мире, которая была когда-либо сказанная, я представил, я там, в народе в этом, народ, множество народу, ни одного гаджета, слава Богу, и они следили, во времена на горной проповеди, и они следили, я думаю, эти люди за каждым жестом Господа, за каждым словом, они просто врезались в то, что говорил этот необыкновенный человек, а говорил он удивительные вещи, и говорит сегодня, наблюдайте, как вы слушаете, он говорит удивительные вещи, даже тогда, когда это слово в обличении нам, он говорит тебе и поправляет тебя, чтобы ты задумался и исправился и сделал шаг вперед навстречу Господу, у тебя есть шанс, у нас есть шанс сегодня исправиться, измениться, обновиться, исцелиться и так дальше, Бог, Он всемогущий Бог, и на память мне приходят наставления апостола Павла, молодому пастырю Тимофею, он говорил своему соработнику и брату, но будь образцом для верных в слове и так дальше, и он перечисляет какие-то пункты, ты будь образцом, никто не пренебрегает твоей юности, но ты будь образцом, и что было для Тимофея, а ему нужно было наблюдать за собою, образец он или не образец, могут ли равняться на меня люди или нет, мне не за кем-то нужно смотреть, а за собой, лично за собой, и если где-то какие-то пробелы в слове, в чистоте, в любви или еще что-то, то у меня сегодня есть время и есть день, и есть возможность все изменить, чтобы быть образцом, я понимаю, что это так бывает тяжело, особенно в словах, особенно в словах, ну для меня, потому что бывает разная обстановка, потому что бывают разные обстоятельства, ведь тот брат, который против тебя согрешил, помните, можно же выговорить его в какой, в такой тональности, что он больше вообще к тебе никогда не подойдет и даже и грешить не будет и вообще ничего против тебя не будет делать, он просто отстранится от тебя, а можно сказать так, что твои слова, каждое слово будет наполнено Божьей благодатью и любовью, и этот человек поймет, что он был неправ, и покается, и ты простишь его с чистым сердцем, ты простишь его, он простит тебя, наблюдать за собой мы в состоянии, в состоянии и Бог нам в помощь, пусть Господь нас благословит, чтобы мы смотрели за собой, чтобы мы смотрели то, как мы слушаем и что мы слушаем, и могут ли на нас равняться люди или нет, ведь Христос когда-то обозначил нам два момента, вы свет этому миру, и вы соль земли, вы, значит, на вас будут люди смотреть, свет вы или не свет, что вы говорите, как вы поступаете, какой образ вообще вашего поведения, да это просто, даже перед своей совестью, перед своей совестью, пусть Господь нас благословит. Давайте мы посмотрим следующий текст Священного Писания, здесь он говорит о священстве, о священстве, о том, что Господь, он призывает к себе определенных людей на определенное служение, Итак, книга чисел, книга чисел и 18 глава. КОНЕЦ